Приветствую вас, друзья! Вы на канале в поисках золота и кладов, и сегодня я покажу вам, как правильно выставить предмет на обсуждение, определение и оценку на форуме Виолити. Итак, для начала вам нужно зарегистрироваться на сайте. Здесь все просто, и останавливаться на этом не будем. После того, как вы войдете на сайт уже под своим ником, заходим в раздел «Определение предметов». Здесь имеется множество подразделов. Нумизматика, металлопластика, фалеристика, филателия, в общем, абсолютно все, что связано с антиквариатом. Выбираем соответствующий раздел. Сегодня я буду выставлять на определение «Николаевский червонец», поэтому в моем случае это монеты императорской России. Далее нажимаем на кнопочку «Новая тема». Сверху пишем название темы, которое соответствует вашему предмету. Название должно быть четким и лаконичным, чтобы эксперты, которые отвечают за подраздел, да и простые форумчане, которые помогают в определении и оценке, сразу поняли, о чем идет речь. Далее обязательно здороваемся и задаем вопрос, который нас интересует. Если вы выставляете не какой-нибудь супер-пупер-мега-раритет и просто напишите «Сколько стоит», то с большой вероятностью вам так никто и не ответит. Будьте вежливы, и к вам будут относиться так же. Итак, меня интересует подлинность червонца. Об этом я и пишу. Далее нужно загрузить качественные фотографии предмета. Для этого переходим на сайт «Пики.Инфо». Здесь нажимаем на кнопочку «Выбрать фото» и добавляем его из вашего архива на компе или телефоне. Нажимаем «Загрузить». Копируем вот эту ссылку «Картинка 800 пикселей для форума» и вставляем ее в нашу тему на Виолити. После того, как мы добавили все нужные фото, можно посмотреть на то, что получилось. Для этого жмем на кнопку «Предварительный просмотр» и, если нас все устраивает, жмем на «Отправить». Теперь в разделе «Монет Императорской России» появилась наша новая тема. Осталось только дождаться ответа «Эксперта Виолити» или «Форумчан», которые, повторюсь, также помогают в определении и оценке. Обязательно поблагодарите за помощь и отметьтесь в репутации ваших помощников. И в следующий раз они обязательно снова вам помогут. Ну а после определения «Червонец» я выставил на торги. Монета с довольно серьезным дефектом продалась, думаю, за хорошую сумму. Видео о том, как правильно выставить лот на продажу, есть у меня на канале. Ссылку на него я оставлю для вас в описании под этим роликом. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным, поэтому ставьте лайки и оставляйте ваши вопросы в комментариях. Отличных вам находок и хороших продаж!